По закону гор теперь можно получить пятерку. В школах Адыгея начали изучать этикет черкесских народов. Девочек, к примеру, учат, как помирить повздоривших джигитов, а мальчики в спортзале играют в похищение невесты. О школьном предмете с национальным колоритом репортаж Максима Березина. Петь адыгскую колыбельную хором 4-й В учился целую четверть. С первого раза не получилось, но детей, похоже, это особенно не беспокоит. Двойки на уроках горского этикета ставить не принято. Хор начинает делать успехи, осваивает искусство покачивания национальной адыгской люльки в такт песни. В Адыге Гашифиш Хуратову знают как педагога-экспериментатора. Она первая вела уроки Адыге Хабза, неписанного свода этических норм черкесских народов, куда входят и адыги. В Министерстве образования республики этот опыт заметили и поддержали официально. Горский этикет постепенно превратился в практически обязательный к изучению предметов. За что я очень уважаю этих детей, они с большим уважением, прямо с любовью, не вот там кто-то засталил, ну идите на урок и не приходите, у нас этого нет. Преподаватель физкультуры 29-я адыгейская школа Любовь Полищук нашла в нововведении обширную почву для педагогических импровизаций. В школьном спортзале теперь играют не в волейбол, а в похищение невесты. Как сейчас нужно будет доскакать с невестой, не потеряв ее по дороге, а невеста, видите, как клетка держит гараж, красивые, сильные плечи, доскакать до финиша. Спортивный инвентарь вполне отвечает реалиям древнего адыгского обычая. Каждому ученику, похищающему в спортзале невесту, вручают деревянную фигурку кавказского скакуна, чтобы оторваться от погони. В этических правилах адыгов дети находят для себя немало полезного. Девочек, например, учат, как правильно разнимать драки одноклассников. Если драка между мужчинами и мимо них женщина проходит и видит, что драка, как между ними платок проводит, и они уже должны с миром разойтись и никогда больше не враждовать. Настоящие черкесы, как гласит Адагихабзе, должны постоянно поддерживать свой дом в порядке. Власти Майкопа явно используют эту древнюю этическую норму в профилактических целях. В современной интерпретации горская заповедь звучит примерно так. Настоящие черкесы обязаны бороться за чистоту не только своего дома, но и двора с улицей. В этом классе, штудирующем адыгские этические нормы, собственно, адыгов практически нет. Большая часть жителей республиканской столицы русские. Гащефиш Хуратова видит в этом особый смысл, говоря, что кодекс горской чести обязательно пригодится детям всех национальностей. Синтез разных культур в Адыге иногда принимают необычные творческие формы. Но где еще можно увидеть жигитов, танцующих лесгинку под русские народные песни? Максим Березин, Максим Ушанов, Сергей Плавтиков, Руслан Абаев. НТВ. Адыгея.